не знаю как не могли бы еще более вычешить расскажу историю когда у меня была проблема на были от проблемы на объекте был просто жесткий геморрой но произошла ситуация которая у меня просто разрядила я не мог лучше ситуацию придумать это не выдуманная история поэтому посмотрите до конца будете смеяться будете не верить что это такое бывает но я специально это говорю для того чтобы наладить с вами контакт я хочу чтобы вы знали что я очень люблю животных и это как раз ситуация будет связана и животным и так значит я делал квартиру вьянина и клиент но мне говорил доделай вы это это я тебе дам денег доделай это но и так он как бы тянул там две или три недели ну соответственно я компенсировал оплату мастером я ездил туда как практически через день вот нам нужно было бомбануть клиента и последняя задача перед которым не клиент попросил сделать она касалась мы подняли за счет канализации он хотел три сантиметра сделать слив вот мы сделали и получилось что очень высоко поднялась душевая и там образовалась или 10 сантиметров и он хотел ее закрыть и говорит придумайте мне и вот мы придумали мы их намочили мдф и и выгибали вот это был последний как раз наш заезд после этого мне клиент я еще пока не знал но после этого мне клиент сказал что все я тебе кидаю денег тебе не дам вот до этого был произошел случай который мне просто но разломал все мои шаблоны и я конечно просто в шоке и поэтому я не обижаюсь на клиента который оставил мне без денег потому что я соприкоснулся с нечто большее чем вообще просто реальность и так до этого к нам приезжали друзья и рассказали что они ехали на машине и значит увидели крысу вот и прямо по этой крысе они проехали ну и как бы был такой тук 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 ну и как бы они так почувствовали какой-то ну радость такую я конечно так послушал думаю блин ну как можно животное задавить и ну и этим радоваться вот и тут значит я еду в темноте и вижу крысу то есть я прям вот несусь на нее прямо и она что-то ела вот здоровая такая крысу только где-то вот и мой она как бы так вот оборачиваться то есть она ела бы так и оборачиваться на меня а я прям на нее несусь я понимаю если она влево или вправо двинется ну я ее как бы задавлю ну я как бы вспоминая сразу историю по поводу своих друзей которые приезжали мне рассказывали про крысу когда они получили удовольствие что ее задавили я честно просто ну таком шоке был но я не понимал что делать и я значит вот прям сконцентрилась я смотрел прямо в глаза крыси я и как бы так мысленно я говорю не дергайся не надо ничего делать ну и в общем смысл какой значит она как будто меня услышала но я это прям почувствовал и так вот пригнула голову пригнула голову я проехал над ней то есть я не задел ничего но для того чтобы убедиться что я ее не задел я значит по тормозам дал красные огни загорелись и я посмотрел в зеркало ну посмотреть что там с крысой и она как бы вот так вот ну как бы так посмотрела на меня и вот так как бы ну типа вот так вот вот так головой опустил и хвостом вильного ну ребята которые со мной ехали они видели эту крысу но они конечно не увидели реакцию которая была после этого ну и в общем мы целый ветер жали над этой крысы а вот и вот я до сих пор эту ситуацию помню по поводу крысюхи такой большой до сиянина ну который но действительно у меня получилось с ней поговорить это конечно нечто не знаю кто любит животных ну наверное любит испытывать такие но ощущения потому что я вам могу по секрету сказать но я очень люблю ролики смотреть где ну животное выживает где ее спасает вот такого плана поэтому не мог не рассказать эту ситуацию поэтому иногда нас поддерживают жизни нематериальных какие-то вещи которые позволяют нам просто соприкоснуться с реальным миром какой он есть на самом деле не тот который мы там шорох и в капитализме видим до лишь бы там чего-нибудь сэкономить и отжать в том что рядом с нами есть всегда такое счастье на счастье быть причастным к этому миру спасибо